Всем привет! Сегодня отличная погода. Очень скоро начнется дождь, поэтому я решил выбрать такое место, где можно будет поговорить о тех интересных моментах, когда фотограф... Многие считают, что комфортные условия для фотографа, когда хорошее освещение, все хорошо, все можно прогнозировать. На самом деле, самые интересные кадры получаются тогда, когда ситуация меняется погодная, люди начинают включать инстинкты и, соответственно, получаются какие-то интересные кадры. В такие времена, моменты, природа сама по себе меняется и обнажает свою прелесть, красоту. Мы сейчас находимся на берегу глухарки. Здесь такая заводь. Там вот в углу спрятались утки. Ну и здесь солнце... ...с обратной стороны от нас, поэтому мы можем посмотреть сейчас на отражение и, может быть, какие-то интересные кадры сделать. Как вы можете видеть, я сейчас сменил ракурс. И мы сейчас, если видно, мы закрылись на 16. И, соответственно, я уже вручную фокусирую на воде. Стараюсь поймать именно отражение воды и рябь. Ну, сейчас затихло, да? Ну и, соответственно, часть кадра у меня занимает куст. То есть ближний план, так называемый. Дальний план у меня тоже будет резкий, потому что я глубоко закрылся. Ну и вся эта конструкция стоит на нашем устойчивом штативе. Соответственно, дает нам возможность снимать на длинных выдержках. Я использую правило третей. Соответственно, можете видеть, что у меня уровень того берега совпадает с нижней линией. И вот в правой секции, где три сегмента, у меня начинается новый объект. Это куст. Сейчас он размыт. Но следующий кадр я сделаю, чтобы он был резкий. И, соответственно, тоже на 16. на 0,16. Для этого я меняю курсор и перевожу его на ту часть, которая мне нужна в кустарниках. Соответственно, ну, у меня сейчас рука занята. Я сегодня не брал насадку. Я сейчас наведу на кустик и сделаю один кадр со срочкой 2 секунды. Следующий кадр я сделаю уже вручную наведусь на этот кустик. Интересный момент. Я сменил локацию, направил камеру в сторону здания, и у меня там камыши заросли. Я отсюда не могу определить точный горизонт. И в этом случае мне всегда помогает вот этот уровень, который находится здесь. То есть перемещая ручки регулировки, я думаю, что вам видно. Надеюсь. Что вам видно. Я добиваюсь того, что шарик находится посередине. Таким образом, если даже я не использую уровни, которые встраиваются в площадку, ну, вот у меня здесь на камере есть площадка, я могу сюда поставить уровень. А у меня стоит уровень... Старая из чайки. Может быть, получится у нас тут поймать какой-то момент. Сосрочка это достаточно сложно сделать, но, тем не менее, я попробую. Несколько кадров. Они сейчас ко мне летят. На длинных выдержках это интересный эффект дает, поскольку птицы летят все-таки быстрее, чем одна 80-я секунда, которая у меня получилась. Докассировка у меня на кусты. Поэтому надеюсь, что чайка, которая сейчас летит, она попадет. Заняли место, которое зимой я снимал. Здесь были утки. Поэтому я настроил камеру и вывел точку фокусировки как раз в это место и, соответственно, закрылся на 6,3 для того, чтобы обеспечить более высокую резкость, как я говорил, ну и более длинную выдержку для эффектов. Изменил ракурс. Сейчас небольшое затишье, поэтому навелся на отражение в воде и, соответственно, сделал кадр на 6,3. Следующий кадр я сделаю уже вручную в фокусировке на полностью закрытой диафрагме и посмотрите, что получится. Впоследок я вам покажу место, где я снимал. Это вот такие мостки, сделанные из поддонов. Здесь такая скамеечка небольшая. Я сделал здесь снимки зимним. Там днем, да, вон сегодня ныряют. Там, смотрите, нырки прилетели. Интересный процесс. О, это рыба. Наверное, сейчас подснимем немножко. Будет видно, не будет видно, рыба это большая или все-таки это нарок. Рано или поздно всплывет, если это нарок. Если это рыба, то посчастливилось нам увидеть эту большую рыбу. Да, по всей видимости, не всплывает. Но мы не спешим. Смотрите, какая красивая сейчас волна. Очень интересный паттерн. Красивый паттерн. Рabout. Редактор субтитров.